Эта эстафета Иакова 4 глава 6 по 10 стихи Но тем большую дает благодать Посему и сказано Бог гордым противится, а смиренным дает благодать Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас Заметьте, какая лексика у Иакова Он просто повелевает, он просто говорит Он не предлагает, он говорит и так То есть подводя итог, он говорит Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу И убежит от вас Знаете, что дьявол ходит за нами Апостол Петр об этом пишет Как рыкающий лев, ища кого поглотить Он ходит за тобой и за мной Он хочет тебя и меня чем-то сбить или соблазнить Он знает слабости нашего характера Он знает прошлую нашу жизнь И он знает, каким образом, какую приманку нацепить Для того, чтобы ты или я или кто-нибудь из христиан мог клюнуть на это Мог остановиться, мог повернуться Мог свой взгляд остановить Он ищет кого поглотить Иаков говорит Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу Он убежит от вас Не перепутайте местами Не покоряйтесь дьяволу и не противостойте Богу А покоритесь Богу Противостаньте дьяволу И он убежит от вас Еще одна мысль хочу сказать Что нельзя здесь как-то по-другому выстроить вот эти действия Нельзя вначале противостоять дьяволу изо всех сил А потом говорит Господи, ну ладно, я смирюсь Я покорюсь Тебе Нет, вначале смирись Вначале покорись Вначале склонись пред Богом Вначале дай Богу Должное место, приподними Его В своих мыслях, чувствах, жизни, во всем Просто дай Богу то место, которое Ему принадлежит И только после этого Противостань дьяволу И убежит от тебя Приблизьтесь к Богу Приблизьтесь к вам Очистите руки, грешники Исправьте сердца двоедушные Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте Смех важный обратится в плач И радость в печаль Смиритесь пред Богом И вознесет вас Вот такие слова Почему он пишет это двенадцати коленом Или он пишет это братьям, точнее Которые были в рассеянии Он пишет христианам И в таком повелительном наклонении Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте Смех ваш Да обратится в плач И радость в печаль Смиритесь пред Господом И вознесет вас Второй текст Исаия 57, глава 15 стих Ибо так говорит высокий и превознесенный Не благодать, а Ибо так говорит высокий и превознесенный Вечно живущий Святой имя его Я живу на высоте небес И во святилище А также сокрушенными И смиренными духом Чтобы оживлять дух смиренных И оживлять сердца Сокрушенных Я был очень тронут Свидетельством, которое слышал Буквально 15 минут назад И все мы слышали, как Игорь Рассказывал о своих переживаниях В реанимации Я знаю, Бог чего-то достиг Через это В сердце его Я знаю, что такие моменты Не приходят без следа Я так рад его видеть здесь Живым Вместе с нами Служащим и поклоняющимся Господу Но вот здесь Исаия говорит Что Бог живет на высоте небес Он говорит, что Он вечно живет Его имя Святой Он живет там В неприступном свете Он твердыня Он скала наша Но Он живет там На высоте небес Я живу здесь На земле Но Исаия говорит Что Бог Также живет С сокрушенными И смиренными духом Чтобы оживлять дух смиренных И оживлять дух Или оживлять сердца сокрушенных Я буду говорить сегодня на тему Как вернуть Божью благодать Благодать Давайте скажем вместе Благодать Благодать Это прекрасное слово Христианское слово Которое вдохновляет каждого Христианина Благодать Что такое благодать? Есть много определений благодати Я некоторые из них упомяну Благодать Благодать это Божий дар Благодать это Та постоянная тема В Библии Которая достигает Своей кульминации В Новом Завете В пришествии Иисуса Христа Иоанна 1 глава 17 стих Написано Что закон был дан Через Моисея Благодать же И истина Произошли через Иисуса Слово Которое в русском языке Переводится Как благодать В подлиннике Это слово Харис Означает Благоволение Расположение Благословение Или доброта Благодать Это Божие решения Благословить человека Благословить нас Не проклинать Не давать нам То что мы заслужили И не поступить с нами По нашим поступкам Или мыслям Но дать нам Незаслуженную доброту Оказать нам Свою любовь И милость В Ефесянам во 2 главе Написано Что мы спасены Благодатью И это не от нас Это Божий дар Не от дел Чтобы никто Не хвалился И также Мы читаем В послании к Титу Во 2 главе О том Что благодать Нас научает Она учит нас Благодать Это присутствие Божие На человеке Когда есть благодать На тебе Тогда ты по-другому Воспринимаешь Все, что происходит Вокруг Тогда ты видишь Как пишет Давид Всегда видел Я перед собой У Господа Ты видишь Господа перед собой Даже когда ты попадаешь В стесненные обстоятельства Когда есть благодать Божия на тебе Ты не ворчишь Ты не жалуешься Ты не обвиняешь никого Но ты С Богом проходишь Сквозь эти трудности Когда не хватает Благодати Тогда жизнь Становится такой Знаете Обостренной Углы такие острые Такие чувства Какие-то негативные Ты смотришь Как будто бы Одели на тебя Какие-то такие Мрачные очки Тебе кажется Все плохо Вокруг И жизнь плохая И денег не хватает И здоровья Того нету И годы идут И вообще Все не так Как я предполагал Или как я мечтал И все как-то по-другому Отсутствие благодати Это как автомобиль Красивый, но без бензина Это как верующий человек Вроде христианин Но жизни победоносной нет Он в плену своих чувств Похоти, греха Ворчание, недовольство Где благодать? Брат мой Сестра моя Когда нет благодати Тогда семьи Они ссорятся Мужья с женами Они доказывают И каждый хочет победить Сказать последнее слово В этом споре Мой вопрос Ты хочешь сказать Последнее слово В своем споре В своей семье Или ты хочешь Сохранить отношения Или ты хочешь Чтобы благодать вернулась И любовь Отсутствие благодати Разбивает семьи Разбивает друзей Отцы и дети Между ними такая пропасть возникает Как будто что-то происходит Вот возникает вопрос А что делать Когда вдруг мы обнаруживаем Что ее нет Нет того Божьего присутствия Нет той благодати Или ее стало меньше Если Какой-то путь Каким образом Мы можем вернуть Божью благодать Я принес сегодня Приборчик с собой На проповедь У меня в моем арсенале Тех вот Наглядных пособий Которые Использовал я За эти 30 лет проповеди Уже там огромная куча Помните Не так давно Цепь притаскивал У меня там и куклы есть И подъемные экраны Которые показывали баланс И много-много-много других Сегодня там будет еще одно пополнение Это Этот приборчик Вот Кто из вас Может догадаться Или может быть кто-то знает Что это за прибор Что это за прибор Датчик Да А датчик чего Датчик дыма Но если что-то горит То мы же видим То есть И чувствуем Запах какой-то Что что-то горит Это датчик Угарного газа Как ни странно Но Сейчас Закон обязывает В каждом общественном помещении Иметь такой датчик Даже не один Много Угарный газ Он Без цвета И запаха Он распространяется Очень быстро В воздухе И человек Его не может Распознать То что чувствует Человек Он просто Немного Подташнивать Начинает Его Голова Может болеть И его Клонит ко сну Обычно Когда человек Засыпает Дыша Угарным газом Он не просыпается Больше Врачи Называют Угарный газ Тихим Убийцам Потому что Человек Не видит его Это как Ловушка Какая-то И запаха Нет Просто ему Немного Как-то плохо Некомфортно Спать хочется И если Человек Остается И Дышит Этим Газом Он Умирает Угарный Газ Для Христианина Это Гордость Гордыня Разрушает Брак Гордыня Ссорит Соседей Гордыня Разрывает Отношения Между Друзьями Гордыня Убивает Компании Разделяет Церкви И Закрывает Их Гордость Лежит В основе Многих Грехов Мне нравится Как Святой Августин Сказал Он сказал Так Гордость Это грех Стоящий За всеми Грехами И он Обосновал Эту мысль На том Что самый Первый Грех Во вселенной Был Сделан На небе Был совершен Люцифером Который Наполнял Поклонением Небеса И Он захотел Быть равным Богу Первый Грех Это грех Гордости Все другие Грехи Пошли Отсюда Потому что Именно Это желание Быть подобным Богу Эта гордость Превратила Ангела Света Осеняющего Херувима В дьявола В убийцу И вора Гордость Это тот Засов Который Закрывает Дверь За которой Есть благословение И благодать И если ты чувствуешь Что тебе не хватает Благодати Проверь А может быть У тебя есть Гордость И напротив Антоним Гордости Это смирение Смирение Это те Петли На которых Открывается Дверь Божьей Благодати И Изливается Божие Прощение И милость И устройство И успех Когда вы Общаетесь С гордым Человеком Вы Чувствуете Себя Таким Каким-то Немного Как-то Некомфортно Потому что Этот человек Чаще Говорит о себе Себя Ставит в центр Рассказа Когда вы Общаетесь Со смиренным Человеком Вы даже Не отмечаете Что он Смиренный Потому что Этот человек Сфокусирован Больше на том Чтобы вам Помочь Чтобы понять Вас Чтобы вы Чувствовали себя Хорошо Чтобы вы Получили ответы На те вопросы Которые есть У вас Вам просто Хорошо Общаться Со смиренным Человеком Интересно Но Никто из нас Не может сказать Я смирение всех Вы скажете Пастор Но там Однажды Моисей Написал Что он Был Кратчайшим Человеком Это очень интересно Потому что Как только вы Заявляете Я смиренный Я смиреннее всех Так На самом деле Это уже Гордость Это уже Не смирение Я дам вам Несколько текстов И священное писание Чтобы мы могли Увидеть Что Бог Говорит О гордости Премудрый Премудрый Соломон Сказал так Вот шесть Что ненавидит Господь Даже семь Что мерзость Душе Его Это притча Шестая глава Шестнадцатого Стиха И самое первое То что в списке Мы читаем Здесь написано так Глаза Гордые Язык Лживый И руки Проливающие Кровь невинную И так далее И так То что Самое первое Что ненавидит Бог Что является Мерзостью Душей Его Это гордый Взгляд Это гордые Глаза Это позиция Человека Когда он Уверен В том что он Прав И что он Он Таков Каков он Есть Вы знаете Сегодняшняя философия Мира Очень сильно Подкармливает Гордость Познай себя В тебе такой Потенциал Вот Что ты хочешь Что ты чувствуешь Ты даже не знаешь Что сокрыто Внутри тебя Вот Тебе нужно Самого себя Принять Тебе нужно Таким Каким ты Быть Каким ты Есть таким Быть Ты уникальный Ты неповторимый Ты 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 Я Я Я И я Растет Я помню Как Однажды я общался С одной сестрой Ей было где-то там 35 плюс И она в боли Души своей Рассказывала Как она Еще в 90-е годы Прочитала какую-то книгу И в этой книге Был такой совет Что Возьми лист бумаги И напиши Какого мужа Ты хочешь Какой цвет волос Какой характер Какие качества Что ты Что ты Ожидаешь Что бы ты Хотела От Бога И положи Это в своей Молитвенной комнате И каждый день Молись И Господь Исполнит Твое Прошение И твое желание А вот Ей за 35 И она говорит Да Господь Не исполнил Мое прошение И мое желание Я сказал Да Потому что Он не мальчик На побегушках У него есть Его взгляд Его мысли И его Перспектива Итак Писание говорит о том Что Бог Ненавидит Гордость Это Он называет Мерзостью В 137 Мы читаем Высок Господь Смиренного видит И гордого Узнает Издали Как интересно Он Гордого Видит Издали Гордый Не может даже Приблизиться К Богу Знаете Корень Многих Поступков Является Корнем Многих Поступков Является Гордость Я видел Тех людей Которые Хотят Быстро Разбогатеть Желание Просто Вот Как-то Выделиться А Если Глубже Копнуть Это Ничто Иное Как Гордость Люди Которые Диктовали Богу Свои Условия Своеволия Это Гордость Люди Которые Нерешительными Были Когда нужно Было Когда Господь Звал их На миссию Или Поехать Куда-то Что-то Сделать Помочь Послужить Или Поделиться Словом Они Говорили Я этого Никогда Не делал Я не знаю Как И вот Это Нерешительность Если Копнуть Глубже Во многих Случаях Это Ничто Иное Как Страх Потерпеть Неудачу Или Выглядеть Неловко Это Гордость Гордость Иногда Он Три Против Против Некоторое Некоторое Время Получится Некоторые Как Совет Совет Такой Как Вы Хотите Получить Некоторые Люди Подходят К служителям И говорят Ну И так Обставляют Чтобы Служитель Сказал Только Да Конечно Иди Четвертый Вопрос Как Вы Реагируете На Похвалу На Комплименты Иоанна 5 Глава 24 Стих Иисус Говорит Удивительную Мысль Он Говорит Как Вы Можете Веровать Если Принимаете Славу Друг От Друга Слово Принимаете Ключевое Слово Если Ты Принимаешь Похвалу Если Тебе Нравится Когда Тебе Аплодируют Если Тебе Нравится Когда Все Говорят Что Ты Там Умничка Молодец И Ты Прям Это Просто Тебе Не Хватает Если Ты Постоянно Зависим От Соц Сетей И Смотришь Сколько Лайков Там И Смотришь Кто Из Незнакомых Людей Поставил Тебе Там Лайк Это Признак Гордости Пятый Вопрос Как Вы Реагируете Или Как Вы Отзываетесь О Вашем Прошлом У У Вырвал Из Из Вот Их Зависимости Освободил Их И Вы Знаете Мы Вынуждены Были Сказать После Определенных Лет Работы С такими Людьми Не Говорите Положительно Об Этом С Другими Людьми О Вашем Сезоне Прошлом А Иногда Слышим Такие Речи Знаешь Что Я Был Ты На чем Сидел Ты Что Там Употреблял О Я В том Мире Знаешь Кем Я Был Знаешь Кто Я Подожди Подожди Апостол Павел Говорит Что Для Меня Было Преимущество То Все Это Ради Христа Иисуса Я Почел За Мусор И Почел За Ссор За Пустоту А Ему Было Что Сказать Он Не Был Во Грехе Он Был Самым Образованным Человеком Того Времени Членом Синедриона Ревнителем Божьим Молодой Карьерист У которого Все Получалось Харизматичный Лидер И он Мог Закрыть Устав Любому Человеку Но Когда Он Встретил Иисуса Он Сказал Это Пустота Это Пустота Вот Оно Настоящее Смирение Что Ты Думаешь О Своем Прошлом О Своих Наспехах Это Вопросы Которые Могут Помочь Предложить Вашему Размышлению Как Смириться Как Вернуть Божью Благодать Чтобы Вернуть Божью Благодать Нужно Смириться Нужно Смириться Смиритесь Говорит Иаков Под Крепкую Руку Божию Крепкую Руку Божию Смиритесь Знаете Когда я готовил Эту проповедь Я был В таких Размышлениях Я общался С моей Женой У нас Целый Там Лейтмотив Разных Таких Моментов Которые Меня Вывели Вот Уже Несколько Месяцев Я Нахожусь В теме Суверенной Верховной Божьей Власти Возможно Я Как-то Больше Дам Этому Времени Чтобы Раскрыть Но Первым Пунктом Который Я хотел бы Предложить Вам Как Смириться Для меня Это Признать Божию Суверенную Власть Любить Бога И понимать Его Суверенную Власть Вот Это По-настоящему Смиряет По крайней мере Меня Я хочу Остановиться Немного На этом И Объяснить Что я имею Ввиду Суверенный Это значит Верховный Это значит Господин Это значит Над Ним Нет никого Это значит Он имеет Право На все И нет Никого Кто мог бы Стоять Над Ним И указывать Ему Что ему Делать Он Суверенный Он Верховный Правитель Он Бог Когда ты Только это Рисуешь В своем Сознании Я не знаю Как вы Но я чувствую Себя уже Маленьким Я уже Чувствую Себя Маленьким Я говорю Господи Но я так Рад Что есть В Библии Очень ясное Описание Что ты Добрый Бог Ты не Злой Там наверху Представьте себе Злой Бог Он бы Нас Просто Просто Мучил бы И все Ты Добрый Бог При своей Суверенной Власти Ты Добрый Бог Яков Говорит Что всякое Даяние Доброе Всякий Дар Совершенный Яков 1.17 Нисходит Свыше От Отца Света То есть Все Что Оттуда Приходит С небес Все Что происходит Со мной Это все Доброе Это все Ну вот интересно Он Суверенный Бог Он Никому Не Подотчетен Но Исаик Говорит Что Его Мысли Это Не Наши Мысли Его Пути Не Наши Пути Как Небо Выше Земли Так Пути Мои Говорит Господь Выше Путей Ваших И Мысли Мои Выше Мыслей Ваших Второй Законе 29 Глава 29 Стих Там написано Так Сокрытая Принадлежит Господу Богу Нашему А открытая Нам И Сынам Нашим До века Слушайте Есть что-то Сокрытое Что я не понимаю Что я не знаю Что принадлежит Богу Я помню Был случай В моей жизни Я был в одном доме Многодетная семья Семь деток И буквально За день до того Как я приехал В этот дом Мои друзья Которые пригласили Меня Мама Вернулась В больнице У мамы Приступ Случился Остановило сердце Скорая помощь Забрала И Все-таки Бог дал ей жить Она вернулась Домой И ее муж Мой друг Говорит Послужи Моей жене Я был молодым Проповедником Тогда 90-е годы Вы знаете Как я служил Я говорил Ты будешь Жить Ты не умрешь Я брал Все местописания Которые говорили о том Что Господь Есть исцелитель Господь Есть жизнь Наша И с тобой Ничего не приключится Больше И прямо Во время того Когда я цитировал Эти местописания Я почувствовал Какой-то дискомфорт В духе моем Позже я отметил Что это был Голос духа Потому что Я брал все местописания Которые Как я считал Они сейчас В этой ситуации Ей помогут И я ее заверял Что с ней Ничего больше Такого не приключится Хотя у нее Какой-то страх Остался немного Я молился о ней Дух Божий Много раз Меня возвращал К этому моменту Совсем недавно Этот момент Снова поднялся У меня в сознании И я знал Что я не так точно Говорил о Боге Я свое понимание Распространял на нее Я не дал Богу возможность Быть Богом Его суверенная власть Я здесь ее Вот так вот Как я понимаю В свою коробочку Вот упаковал И просто ее Вдохновлял Она как-то особо И не вдохновилась Если честно Потому что Дух Божий Внутри ее говорил Что А кто знает А может быть Господь Завтра меня Снова позовет Я хочу Друзья Я хочу здесь Чуть-чуть остановиться Еще Есть удивительнейшая История в Библии Пятидесятая глава Значит Книги Бытие В самом конце Я С пятнадцатого С пятнадцатого Сиха Хочу читать И увидели Братья Иосифа Что умер Отец их И сказали Что если Иосиф Возненавидит нас И захочет Отомстить нам За все зло Которое мы Ему сделали И послали Они Сказать Иосифу Отец твой Перед смертью Своею завещал Говоря Так скажи Иосифу Прости Братьев Твоих Прости Братьям твоим Вину И грех Их Так как Они сделали Тебе зло И ныне Прости Вины Рабов Бога Отца твоего Иосиф Плакал Когда ему Говорили Это Иосиф Умирает Отец Его Братья Приходят Но сначала Посылают Человека Который Ходатай За братьев И говорит Они сделали Великое Зло Прости Им Прости Иосиф Слышит И плачет Если будете Дальше читать То сами Братья Приходят Они Приходят 18 стих Падают Пред Лицом Его И сказали Мы рабы Тебе Сказал Иосиф Не бойтесь Ибо Я боюсь Бога Вот Вы Умышляли Против Против Меня Зло Но Бог Обратил Это В добро Чтобы Сделать То Что Теперь Есть Сохраняя Жизнь Великому Числу Людей И так Не бойтесь Я буду Питать Вас И детей Ваших И успокоил Их И говорил По Сердцу Им Они Лежат На земле Перед Ним Они Говорят Мы Сделали Ужасный Поступок Мы Предали Тебя Прости Нас Мы Рабы Твои Навеки А Иосиф Говорит Что Вы Упали Передо Мной Разве Я Бог Ребята За Эти Восемь Лет Когда Я Был В Рабстве У меня Было Достаточно Времени В тюрьме Когда Я Сидел Я Поразмыслил Я Молился Богу Библия Говорит Бог Был Сиосифом Даже Когда Он Был Там В тюрьме В рабстве Везде У меня Было Достаточно Времени Я Хочу Что То Сказать Вы Были Не Единственные Игроки В тот День Когда Я Пришел К вам И Принес Вам Хлеба Когда Вы Содрались Меня Эту Разноцветную Одежду Которую Папа Дал Мне Вы Завидовали Мне Вы Были Не Единственными Во всей Этой Истории Бог Был Тоже Там Бог Участвовал Принимал Личное Участие В этом Предательстве И в том Что я Оказался Там В яме Как будто Случайно В этот День Шли Тую Дорогу Мадянитяне Как будто Случайно У них Были Деньги И Выстарговались И они Взяли Меня И Купили Как будто Случайно Они Выставили Меня На Рынок И Пришел Человек Потифар И Он Купил Меня Как будто Случайно Эта Жена Потифара Приставала Ко Мне Я Убежал Оставил Одежды Как будто Случайно Все Это Было Что Я Оказался В Тюрьме И Там Этот Хребодар И Виночерпи И Одного Повесили Другой Предстал Перед Фараоном Как будто Случайно Он Не Забыл Обо Мне Когда У Фараона Были Эти Сны И Вот Я Я Уже Перед Фараоном Как будто Случайно И Меня Поднимают До Уровня Премьер Министра А Все Началось С простых Вещей С Тому Что Отец Пошел Мне Разноцветные Одежды Но Ребята Подождите Я Хочу Чтобы Что Увидели Над вашим злом Вы сделали Зло Перед тем Как Вы Подумаете Что мы тут Ни при чем Это Бог Нет Это вы Сделали Зло Но Бог Верховный Правитель В этом Зле Повернул Это К добру Если будете Здесь Внимательно Читать То вы Увидите Что он Говорит Он Говорит Он Сделал Это Чтобы Сохранить Жизнь Великому Числу Людей Как будто Случайно Вы Здесь Сейчас Ну Посмотрите Теперь В будущее Посмотрите Через Это Они Приводят Отца Своего Они Поселяются В земле Гессем Они Живут Там 400 Лет Из 70 Человек Разрастается Огромное Количество Около Трех Миллионов Людей Это Уже Это Уже Народ Фараон Использует Их Как Рабов Этот Умер Фараон Другой Третий И Рамзес Четвертый Был Тогда Когда Они Выходили Оттуда А он Использовал Их Как Рабов Строил Большие Эти Пирамиды И сам Туда Угораздил Эти Пирамиды А Бог Вывел Их Как будто Случайно Как будто Случайно Родился Мальчик И в это Время Был закон Чтобы Мальчиков Убивать Еврейских А мама Положила Его В корзинку И он Там Плакать Стал Когда Плыл По реке Как будто Случайно В этот Момент Пришла Дочь Фараонова И она Его Взяла Этого Ребенка Дала Ему Лучшее Образование Этого Времени Он Был Воспитан В Дворце Фараона Как будто Случайно Спустя Несколько Тысяч Лет Из Этого Народа Поднимается Царь Давид А потом Поднимается От Давида Мальчик Рождается Еще Спаситель Христос Иисус А все Начинается С этих Разноцветных Одежд Ребята Я что-то Увидел Есть Божия Суверенная Власть Она Не Умоляет Вашего Зла Но на то Он И Бог Чтобы Это зло Повернуть К добру Апостол Павел Это понял Он говорит Любящим Бога Призванным По его Изволению Все Содействует Ко благу Вот Она Суверенная Божия Власть Я не знаю Как вы Я Смиряюсь Перед этим Когда я думаю О величии Божьем После моих Сорока Там Лет Хождения С Богом Я все Больше Больше Думаю Он Великий Бог Он Сильный Бог Он Действительности Бог Который Держит Весь Мир В своих Руках Он Всемогущий Бог У него Просто По другому Другая Перспектива Другие Мысли По другому Движутся В его Сознании Оно По другому Чем у Меня У меня Смерть Это Катастрофа А у Него Смерть Это Он Берет И Обнимает И К себе Приводит Наоборот Все По другому Суверенная Божия Власть И Любовь К Богу Помогает Мне Смириться Я очень Кратненько Скажу Еще О двух Моментах Я Спросил У пасторов Наших Вчера Вечером На Совете Пастырском Что Помогает Вам Смириться Или Что Помогает Человеку Смириться И у Меня Здесь Так Много Ответов Спасибо Всем Кто Ответил Альберт Пишет Смириться Помогает Жизненный Тупик Также Обстоятельства Совсем Не зависящие От тебя Ожидание И реальность Трудности На работе Воспитании Детей Построение Отношений В семье Когда Ты точно Знаешь Как Обычно Поступал Всегда А оно Оп И не Сработало Ты уверен Что ты Прав А нет Но Нужно До этого Дойти Смирившись Трудности Скорби Страдания Я назвал Этот пункт Стесненные Обстоятельства Болезнь И страдания Текст Из Священного Писания Второзакония Восьмая Глава Второй Третий Стих Третий Стих Три слова Которые Я хочу чтобы мы вместе Увидели Он Смирял Тебя Давайте скажем вместе Он Смирял Тебя Давайте скажем вместе Он Смирял Тебя Он То есть Бог Бог Смирял Тебя Через Трудности Через Болезни Через Страдания И третий Момент Редактор субтитров Корректор Wanders